Продолжение следует... Кодзи очень хорошо себя зарекомендовали, я думаю, что они с удовольствием поедят. Как заверяет производитель, кроме кукурузы, сахара, воды и соли, ничего в банке нет. Надеюсь, что все пройдет великолепно. Итак, стандартная засыпь, 1 кг кукурузы, 6 г кодзи, минимальная дозировка, гидромодуль 1 к 4. Здесь мы гидромодуль будем считать не от общего объема, а именно от вес кукурузы. На 17 кг делаем затор. И здесь у меня находится профессиональный большой блендер. Так как моя мясорубка не справляется с такой задачей, будем все на этом блендере измельчать. Блендер просто шикарен. 2 секунды и вот такая кашка. Кукурузу всю перемолол. Вдалил водички. Запах, конечно, стоит просто божественный. Сейчас мы замерим температурку и внесем антибиотик. Температура 29, кодзи мы вносим до 37. Оптимально, конечно, было бы 35 бы нагреть, но я думаю, что 29 тоже неплохо. Так, у меня где-то здесь в общей сложности литров 70, наверное, получилось. Поэтому добавляем 7 капсул доксициклина. Одна капсула на 10 литров. 7 капсул доксициклина разобрал. Сейчас мы как следует перемешаем. И минут 15-20 пусть постоит. Через 15 минут уносим кодзи. Перемешали. Маленькое кручение создали. И просто можно на животную точку высыпать. Но все само перемешается. Прошло двое суток. Брожение остановилось. Сутки было очень активное брожение. Вторые сутки интервально. И сейчас как будто бы дображивание. Как я проверяю? Я вот таким образом раскручиваю как следует. Вот видите? Еще выделяется углекислый газ. Но потом раз и останавливается. В общем, у меня закралось 3 догадки. Первая догадка. Это все уже выбродило. Вторая догадка. Кукуруза была отвратительного качества. И крахмалы куда-то из нее делись. При консервировании. И третья догадка. Присутствуют какие-то консерванты. Что не дает брожению. Проверить это можно только сделав йодную пробу. Черпанул сусло. Берем йод. Одну капельку. И что мы видим? И мы видим, что вообще ничего не происходит. Ничего. Ничего. Поэтому ждем, когда все выбродит. И будем перегонять. Прошло трое суток. И начал я брагу перегонять спирт-сырец. Это у меня уже вторая. Баклажка. Всего где-то будет, наверное, 3-3,5. То есть, с 2 третьих я отфильтровал. И вот это жмых всего лишь с 2 третьих. У меня как минимум кулек собирается с жмыха. Я фильтрую через чулок. С 17 килограмм чистого веса кукурузы, чистого веса, 2 200 жмыха. Это какой-то пипец. Кукурузой пропахло все. Пропахла тара. Временные емкости. После ферри, после ферри, ковшик пахнет кукурузой. В квартире запах кукурузы. В спирт-сырец пахнет кукурузой. Все пахнет кукурузой. Напрашиваются только две мысли. Первое. Здесь оболочка кукурузная с добавлением каких-то ароматизаторов. Потому что крахмала выход ноль. Выход только тот сахар, который был добавлен в каждую банку для того, чтобы подсластить кукурузу. И вторая мицель более такая здравая. Здесь вовсе нет кукурузы. Здесь какая-то белковая масса. Запах этот очень сильно похож на запах гороха. Вот такая вот тарабарщина. Закончил я сбор спирта-сырца. Получилось 6600 спирта-сырца. Это 60 литров браги. Отличный выход. Замеряем крепость и начинаем дробить. Сижу и плачу. Вот такие у меня печальные цифры. Спирта-сырца, самогон, абон дюэль. Полная лажа. Фраза. Это фиаско, братан. Это вообще не фраза. Здесь, наверное, бы уместно. Это полный пипец. Голов 100 миллилитров. А тело 170 миллилитров. Короче, это мой самый, 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 самый дорогой самогон за всю мою историю. На дегустации посчитаю его себестоимость и попробуем через недельку. Что у меня тут получилось. В дистилляте бун дюэль выпали хлопья. Сейчас я уберу в холодильник на сутки. И потом фильтрану через плотный ватный фильтр. Прошло чуть больше недели. И что же у нас получилось. А получился у меня самый дорогой самогон за всю мою историю. 54 доллара за литр готового продукта 40 градусного. Не считая воды, газа, времени, всех ресурсов. В общем, короче, трындец. Не знаю, это можно взять какой-нибудь хороший вискаль на эти деньги. Ну да ладно. Что же у нас. Конечно, консерва это полная фиаско. Это больше никогда из консерв, ни за одной консервы не буду больше делать самогон. Ну давайте попробуем. Пахнет насыщенной консервированной кукурузой. Я бы даже сказал, что переизбыток запаха. Даже такой приторно какой-то, знаете, вот сладковатый такой приторный запах. Именно этой баночной консервированной кукурузы. Ваше здоровье, быть добру. Мягонький, чувствуется зерно. Во вкусе этот, опять приторный вкус консервированной кукурузы. Ну это что? Это самогонная фиаско, друзья. Это фиаско. Это полная, это, как еще бы сказали бы в армии, это залет воин. Что же делать с этим самогоном? Куда мне его использовать? У меня очень много всякой щепы, и французской, и кавказской. Как показала практика, вторичная щепа гораздо лучше и вкуснее первой новой щепы. А на этом я прощаюсь с вами. Берегите себя. Пейте только качественные напитки. До свидания. Пейте только качественные напитки.